Приветствуем, друзья! На библейском портале Экзегиет предлагаем ответы на ваши вопросы. Надо ли бороться с соблазнами? Как бы потом не пожалеть об упущенных возможностях? Иное дело, искушение, которое мы сознаем соблазном, иное дело, предложение, которое нас воодушевляет. От чего это зависит? Конечно, от той системы ценностей, которая в сердце человека. Потому и говорит Господь, из сердца исходят соблазны, ибо Бог никого не соблазняет, но всякий соблазняется увлекаемой своей похотью. И то, что составляет для него ценности этой жизни, и становится для него теми возможностями, приобрести которые, точнее сказать, в соответствии с ценностями, ценит человек и возможности их приобретения. И если для борца с плотской нечистотой, появление возможности какого-то нечистого уединения с лицом противоположного пола, есть соблазн, от которого он с помощью Божьей стремится уклониться, то для человека, для которого в главной радости жизни осознаются именно плотские, это счастливая возможность, которой он вовсе не противится, а, напротив, очень рад. А себе же на погибель. Так что здесь некоторое противоречие имеется в этих двух частях вашего вопроса. Если вы нечто из предлагаемого вам сознаете как соблазн, то, разумеется, вооружаетесь на борьбу с ним, ибо тот, кто не потерпит в этом противостоянии, не претерпит, тот никогда не приобретет опытности в борьбе со грехом, никогда не утвердится в противоположной греху добродетели, и таким образом останется чуждым Христу. А тот, кто жалеет об упущенных возможностях, если эти возможности как раз относятся к предметам века сего, небезгрешным для человека, таковы еще, подобно жене Лотовой, супруге исходящего праведника, исходящего из Содома, оглядывается назад, сочувствуя своей оставляемой родине и гибнущей под огненным дождем, богом посланным для того, чтобы остановить беззакония противоестественные, которым были преданы жители Содома и Гаморы. Этот уход из Содома, о котором великая русская поэтесса написала трогательное стихотворение с очевидным сочувствием жене Лотовой, оглянувшейся на гибнущий город, но Господь превращает ее в соляной столб, который не может уже двигаться дальше, так бывает со всяким, возлагающим руку свою на рало, то есть на плуг благочестия, требующий усилий и смотрения вперед, который при этом оглядывается вспять. Поэтому сочувствие греха, греху, от которого призван христианин исходить, делает его бесплодным. Так что не бывает какого-то среднего состояния, где и с грехом побороться надо бы, а при этом и упущенных возможностей жаль. Мы не жалеем о нашем преодолении успешным греховных соблазнов, а напротив, благодарим Бога и радуемся об этом, уже однажды определившись с тем, что грех отчуждает меня от Бога, потому не может быть похваляем, а вот добродетель, исполнение которое сопряжено с большим трудом и противостоянием возникающим соблазном, это и есть наш путь, который мы избрали в верности, которому мы дали обеты сами, либо устами своих крестных во время крещения нашего вступления в Церковь Христову. Так что бороться с соблазнами не только желательно, но и необходимо, а жалеть об упущенных возможностях предоставим язычникам, у которых пути восхождения в жизни не появилось, но будем молиться и о них, с тем, чтобы Господь дал им раскаяние и подлинную систему ценностей жизненных, в которой они нашли бы и свет Христов, и путь восхождения, и настоящие основания, мотивацию для победы над окружающими их соблазнами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok